Всем привет, мои дорогие! Пока я не съела эту красоту с моих гостей, я решила вам снять. Просто знаете, что я забыла? Что сделать забыла? Посыпать кунжутными семечками, когда они только были пышные. Посмотрите, какие булочки из воды. Сейчас будем пробовать. Просто булочки, они не сладкие. Вот это я сделала с сыром, вот это просто сделала, вот это с оливками. Ну, решила обрадовать мужа. А здесь я испекла себе хлеб, и муки такой серый, и нутовый. Что-то тянет мне на готовку. В последних моих видео я очень много показываю про еду, что я готовлю, да, мои дорогие зрители. Ну, как не показать вам такую красоту весенней, весенние витамины. Здесь нет картофеля, здесь винегрет, вот капуста такая у меня соленая, морковь и бурак, лучок, зелень и горошек я отварила. Смотрите, какую большую я себе приготовила. Знаете, что, в чем здесь плюс? В том, что я бурак и морковь, я не отваривала в воде, а я запекла в духовке, когда пекла булочки утром, я на нижнюю полку положила пакет для выпекания, специальный, бурак и морковь. И вот такой вот у меня полезный с витаминами будет винегрет. Ну, а мужу я приготовила такой летний горячий салат. Яйцо, картофель, лук, зелень, черный перец. А себе я испекла вот такой хлеб нутовый. Еще раз показываю, чтобы хорошо было видно. Обычная такая лепешка, не то, что там хлеб сейчас. Ну вот. ПП. И будем сейчас доедать все. У меня здесь суп. Курицу я запекала, готовила с нутом. И с вами картошечкой. В духовке я сегодня переложила. А также у меня кабачки с мясным фаршем. Надо же доедать. Свеженькое сделала. Постепенно приучаем мужа. Вот такой вот у нас ту. Это будем доедать, а это два свежих. Ну, ладно. Что делать по-другому никак. Всем привет, мои дорогие. И сегодня вместе с вами мы будем готовить очередной вкусный десерт, который я увидела в интернете. И обязательно попробуем, что для этого нужно. Вот смотрите, я взяла две такие мисочки и 25 миллиграмм желатина. Использовала вот 4 пачки. Эти по 18, эти по 6. И вот так вот распределила. Залила 200 миллилитров воды. Он у меня набух сразу так быстро. Дальше у меня были сливы замороженные. Я добавила сюда варенье клубничное. Сейчас я добавлю, залью все это кипятком, пол-литра. И чтобы было вкусно, немножко не будем сахар употреблять, а этот ванилин сахарный используем. Приготовим такой компотик только без закипания. Вот пол-литра воды. Рассмешали все. Вот почему хорошо все-таки заготавливать варенье и фрукты замораживать. Так, сюда добавим пачку сахара ванильного. И оставляем на какое-то время. Сейчас приступаем мы к самому главному. Самому главному. Пускай оно остывает. Так, дальше. Бьем 300 миллиграмм творога. Ну, я на глаз, сколько у меня осталось. Заливаем туда 100 или 200 миллилитров йогурта. Это уже на ваше усмотрение. И также добавляем для сладости, да, пачечку ванилина. Вы знаете, что вы можете заменителем использовать. Так как у меня нету, мне вот пришлось, даже можно добавить, я сейчас добавлю еще и пекмес. И будет такой красивый. Кстати, а вон птичка пришла к нам в гости. Мои попугайчики на балконе. Вот у меня такой блок вкусный. Что-то хочется приготовить вкусно и попробовать. Посмотрите, у меня уже желатин набух. Видите? Так, значит, мы это все смешиваем погружным блендером. Дыр-дыр-дыр. Сейчас покажу. Кстати, мне пришла такая идея. Можно вместо сахара добавить мед. И будет неплохо. Вот так вот мы взбиваем. Берем наше разбухшее желе. И можно его поставить, у кого есть микроволновка, разогреть. Я вот в мисочке разогрела. И смотрите, сейчас это все я опущу сюда и собью. Все вместе. Следующий момент. Берем нашу форму и выливаем нашу творожную йогуртную массу. И ставим это в холодильник для полного остывания. Остывание. Остывание. Охлаждение. А там у меня остужается наш десерт. Я тем самым временем приготовила... Вот у меня остался кусочек теста, когда я делала булочки. Поча. Поча называется. Я сейчас помазала пекмезом и семечками. Пускай она подходит. Здесь у нас компотик. А здесь у меня свекровня дала как-то вот сорму. Сейчас я ее открою. Каждый день что-то готовлю. Вчера я приготовила хумус. Здесь у меня вот морковку дам деткам, птичкам. Вот так остужается он. Как быстро остудился. Пять минут прошло. Сейчас я его скоро возьму. Вот еще у меня здесь хумус. Надо его переложить в тарелочку. Сейчас посмотрим. Годится она, не испортилась. Но мне кажется, нет. Смотрите, какие листики. Я сейчас что сделаю с ними? Я сейчас их залю кипятком. Отлично. Отлично. Вот так размотаю сейчас. Как прячут. Видите? Какая красота. Я думала, у меня все испортилось. Ой, анынчика. Дай Бог здоровья ее рукам. Сколько мне понадобится. Вау, у меня сколько сормы. Я такая довольная, друзья мои. Это же такая вкуснятина. Смотрите. Сейчас я это все расправлю и залю кипятком. В прошлый раз я не использовала всю начинку для сормы. И я решила достать ее с холодильника. Все-таки как классно делают полузаготовки. А также вот у меня такой кусочек фарша. У меня сегодня, может быть, будут мясные голубцы. Спрошу мужа, захочет ли он. А эти листья я сейчас просто залю кипятком. Пускай они так полежат, немножко размякнут. А мы продолжаем заниматься десертом. Сейчас немножко его растопим. Помешивая постоянно. Это вот очень сильный огонь. Помешивая, но не доводя до кипения. Вот так размешивать, размешивать. Как-то темно все. Хотя и свет включен. Что-то сегодня погода пасмурная. Я вам покажу погоду. Покажу еще своих пугайчиков. Но самое главное, я хочу поделиться вам, как начинается мое воскресное утро. Мне кажется, самое интересное. Да, в последнее время у меня очень много в мугах, что я кушаю, что я готовлю. Но кому-то моя информация... Так, проверяем пальчиком. Нет, еще холодная. Нет, еще холодная. Моя информация, мои лайфхаки очень полезные. И мне пишут в личку даже. Благодарят. Ну, я хочу всегда делиться с тем, чему я учусь. Есть рецепты, которые я повторяю. Делаю, например, вот эти булочки. Первый раз я делала, я вам не показала, как и что. Сейчас я вот испекла булочки. И пирог, кажется, и все. Что еще я там делала? Куфты вот эти. Я так записала без рецепта. Мне попросили говорить, Светлана, пожалуйста, нам покажите. Ну, сейчас еще пробуем. Все, достаточно. Он горячий. Бережим к нашему компоту. И выливаем это все сюда. Вот так можно еще, да. Чтобы все вкуснятины собрать. Не вкуснятины, а самые полезные вот эти желатиновые. Вот. Какая быстро, как это делается, обалдеть. Дальше, мои дорогие, перемешиваем ложечкой наш компотик. Желатинчиком. Все натуральное. А так можно делать из свежих. Представляете, клубника когда будет. Самое главное творог, ежедневый и желатин. И вот эту вот сейчас массу мы всю выливаем, да. Делаю с вами. А, какая она стойкая, что она, видите, не испортилась ничего. Так, его так распределяем, да. Конечно, от вишни, клубники все красивее было бы. Но и то классно, да. Вот. Что еще можно бросить? У меня было бы уже такого ничего нету интересного из фруктов. Буду знать теперь клубнику. Не все есть, а ее прятать. И все, отправляю в холодильник. Смотрите. Вот такой слой вышел. Ну, посмотрим в итоге результат. Аж Кэм уже проснулся мой. А я покажу вам сейчас своих птичек. Может, в некоторых видео я их про них... О них очень много показываю, но... Это было видео, посвященное им. А как без них? Скажите, они члены нашей семьи. Смотрите, живут они втроем. Мы решили их вместе поместить. Еще ничего не убрано. Ну, вот видите, морковку дала им. Вот какой результат. Хорошо на балконе. Да, срача от них много. Написали там. Действительно, согласна с вами. И вечером, когда смотришь на них, и они летают, они... Мавиш вообще к нам очень близок. Постоянно, видите, кушает наша девочка. Постоянно с нами, садится. Вообще не боится он. Посмотрите, вот эта реакция его вообще. Видите? А вот девочкам они шугаются. А этот наш вообще паренек. Он такой сладкий. Вот смотришь на них, на их отношения. Ну, находит общий язык. Это принцесса наша. Раньше он ее терроризировал. А теперь она ему дает отпор. Посмотрите. И шикер маленькая. Посмотрите на Мавишу. Как он выгнулся. Шикер над ним властвует. Вот такой прикольный. Мавишок наш. Как услышит Эльбера, сразу начинает разговаривать. Да, хозяин, хозяин. Ну, смотрите на это чудо. Чудо мое. Чудо мое, любимое. Мавиш. Мавиш. Чики. Чики, Мавиш. Чики. Девочки тоже нашли общий язык друг с другом. Ну, мы решили, что втроем им будет лучше, чтобы построить какие-то отношения. Ну, у них тут, не знаю, с утра им втроем весело. И вот ради этого удовольствия, которое они приносят, и этот срач все убрать можно и все. Также покажу вам мои цветочки, которые я показывала. Они уже, видите, как росточки. В таком состоянии. Что-то сегодня потеплело. Вечерами холодно, но потеплело. Воскресенье. Спокойно. Боже, благодарю тебе, Боженька, с всему. Какие у нас красивые цветочки. Ой, а на втором этаже какая собака. Вы видите? Одетая. Одели на нее сорочку. Ой, цирк. Вот кто гавкает по ночам. Во втором этаже, видите, вот тут, вот, 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 на этом. Какие у нас цветы красивые. Так смотрит наш Капыджи за цветочками. Такой вкусный тут у нас. Тут, тут. Смотрите, какие красивые цветы кругом. Деревья повырастали. Вот такие вот у нас дела, мои дорогие зрители. Ну, что за разборки здесь. Вот. Хорошо, что на балконе им дала морковку. Сейчас Эндер будет чистить. Эндер, вот, единственное, очень сильно помогает мне и ухаживает. Ой, кстати, мне надо мой пирожок положить в булочку, в духовку. И содовую воду дать мужу. Мы это не забываем пить. И вы тоже пейте. Да. Мабешка. Так, мои дорогие, булочка у меня готова. Это сейчас тоже запаривается, запаривается. Готовлю завтрак. Вот этот лаваш, из которого я пекла пирог. Но я пекла с творогом, творог этот. Здесь я делаю тостер, делаю мужу на газу. Как он делается? Просто разрезаю хлеб напополам. Тост, тостер, господи. Тост, тост. Напополам разрезаю. Затем переворачиваю, подогрел эту сторону, да. И кошара, куски сыра. Они такие. Можно еще добавить, да. Кошар дорогой, вот. Вот такой кошар. Сейчас все дурак. Сейчас скажу, сколько стоит, смотрите. 120 лир. Сколько здесь? Полки. 200 грамм. Принимаете? Пипец. А может полкило этот кусочек. И затем накрываем. Берем тарелку. И вот так я вдавливаю. С этой стороной, с той можно. Вот так вот. Она накрываю крышкой. И переворачиваю, делаю то же самое. И вот, тостер готов. Тостер готов. А себе я сейчас, ну, может и муж тоже покушает. Придумаю. Что-нибудь. Смотрите, остался салат горячий. Картофель, лук. Добавлю сверху сыра. Ммм, какую вкуснятину. А это ашкэму. Афиатулсу наш кэм. Какая у него жена. Диль наш кэм. Афиатулсу. Как мы будем делать это? Я подогрею. Или чай версану. Или чай версану. Я сейчас подогрею этот корж. Отложим его в сторону. И вот этот. Этот уже начал. Такой лаваш хороший. Он поднимается. Когда пропекается хорошенько. Поднимается. Короче, сегодня я вас утра... Все о еде и о еде. Но без нее мы никак. Подогрели чуть-чуть. Потому что он будет печься. И высыпаем наш салат. Добру не пропадать. Нельзя ничего, чтобы пропало. Сейчас возьму ложку и помешаю. Из этого получилось. Посмотрите. Какие красивые, да? Какие вкусные. Будем кушать сейчас. Немножко остывает. А я занимаюсь... Занимаюсь. Вот. Кручу голубцы. Кладу сюда. Заворачиваю. Заворачиваю. Видите? И заворачиваю в итоге. Неудобно с одной рукой. Как-то так. Вот уже. Завернула столько. Светлана вся в готовке. Решила сделать сейчас это все дело. А потом уже заниматься шитьем. А что-то как шить, умираю. И никак не получается. Столько осталось у меня тарелка. Ну я это в морозилку положу. И на следующем разе. Вот это вот постные. А вот это вот не постные. Мясные. Сейчас я в небольшой сковородке даже подумала. В той, в которой я жарила фарш. Вот тут я, наверное, и приготовлю. Не хотела показывать вам моё платье до того, пока я его не пошчу. Но всё-таки решила поделиться. Почему Светлана видео не выставляет каждый день. Вы смотрите, какую красивую рюшу я. Сделала, пошила. И вот решила вот такую вот атласную ленточку. Вот такой у меня будет воротничок тоже. Ну а здесь сейчас я молнию застрочила. Вот где эта молния? Вот видите, какая молния. Как аккуратненько всё вместе сошлось. Ткань у меня такая жатая. Пыталась разгладить швы. И потом пожалела, потому что испортила. Вот именно она такая продавалась и всё. И вот какое-то пятно я заметила здесь на ткани. Попробую его потом в конце ванишем. Но если не получится, что-нибудь придумаю. Может полоску какую-то, не знаю. Вот такое платьице получается у меня, мои дорогие. Ой, у нас новости такие. В парке бассейн закрыли. Ну и детки уже в шортиках бегают. В маечках и в шортиках. Ну, мне кажется, пока ещё рановато. А может и нет. Вот ветерок дует сквозной. Не знаю, что там будет. Ничего, наверное, не будет. Просто засыпали зимой. Ой, ветер, ветер. Пришло время пробовать десерт. Хотела с мужем, сварила кофе. Но его друг, друг Ялчин, пришёл. И они куда-то идут. А я решила порезать, попробовать и показать вам. Ой, я не выдержала и попробовала. Если бы мне было просто красивые ягоды, да, свежие клубника, конечно, бы по-другому получилось бы это всё. Но смотрите, оно всё трясётся. Как это классно. Как я обожаю такие вещи. Пошла пить кофе со своим желе.